МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевизия ЧУАШ и информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в нашем выпуске. Дорога к звездам. Сегодня в России отметили День космонавтики. О человеческих отношениях, смысле жизни и любви. В Чубаксарах состоялась встреча с популярным блогерами-писателем Ольгой Савельевой. На уборку становись. В Республике начались массовые субботники. Сегодня в России отметили День космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории полет к звездам. О подвигах первопроходцев вспоминали и в Чубаксарах. Подробности у Дмитрия Ковалева. Мы, дети твои, дорогая земля! Знаменитая Гагаринская поехали на старте, а затем 108 минут полета, которые приблизили мечту к реальности. С этого дня началась новая эпоха. В честь первопроходца космоса в столице республики была переименована улица Южная Полукольцевая. Памятник Юрию Гагарину здесь появился более 40 лет назад. Среди участников пинтинга и воспитанники Чувашского кадетского корпуса имени Кочетова. Ребята грезят о полетах и космосе. У нас скоро появятся тренажеры, которые можно будет летать. Ну, либо летчикам, либо космонавтам. Как повезет. Сегодня космос – это фундамент для будущего. Это как я поставил себе цель стать летчицей. И поэтому решил поступить в Чувашский кадетский корпус. Сегодня цветы возлагали их памятнику третьего космонавта планеты. На счету Андрияна Николаева два полета. Первый многосуточный и первый групповой. Глава республики отметил, что тогда это было временем экспериментов. А сейчас космические технологии меняют повседневную жизнь. Сегодняшние практические работы, которые проводятся в Вселенной, они стратегически важны для развития российской экономики и обеспечения национальной безопасности. Организация электротехнического кластера начинает использовать материалы космоса, российских космических систем для своих разработок. Это тоже очень важно. Стать космонавтом на 20 минут. И такое возможно. Историю освоения Вселенной ребята изучают в мобильном планетарии. И с каждым новым шагом мы удалялись от старого представления о том, что находимся в центре мира. На днях сеансы астрономии провели и в Республиканской детской клинической больнице. Ребята говорят, что эмоций о таких уроках хватит надолго. Я узнала, что у некоторых планет есть кольца. И они состоят из воды. Мобильный планетарий в ближайшее время приедет и в другие муниципалитеты. Интерес к астрономии высокий. Есть заявки на проведение таких вот передвижных встреч. Ядринские районы, Урмарские районы. В общем, вся республика. Накануне Дня космонавтики в Москве объявили официально, что имя Андриана Николаева присвоят аэропорту Чебоксар. Большинством голосовавших и участвовавших в конкурсе Андриан Григорьевич был выбором победителем. В данный момент идет реконструкция аэропорта и в ближайшее время он тоже должен преобразиться. В национальном опросе «Великие имена» за Андриана Николаева проголосовали более 36 тысяч человек. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев и Игорь Зверев. Республика. Национальные проекты предстоит реализовать всем регионам. Работа эта многогранная, требующая подготовки и тщательной проработки. Механизмы деталей воплощения в жизнь сегодня обсуждали на форуме. Реализация национальных проектов на территории Чувашии. От многословия к конкретным делам. За круглым столом главы всех районов и городов Чувашии, министры всех отраслей. Начали участники с теории и лекции. Чувашии участвуют в 11 из 12 национальных проектов. В их числе здравоохранение, производительность труда, безопасные качественные дороги и другие. Поднять уровень жизни, поднять уровень доходов граждан. Вопрос, одним словом, это благосостояние жителей каждого региона, в целом России. Но и улучшение качества жизни в каждом отдельном микрорайоне, в отдельном населенном пункте. Структуру организации самого процесса предложил Минэк Чувашии. Например, кураторами проектов на местах назначить глав районов. А руководителями проектных офисов – первых заместителей. Эта система еще будет обсуждаться. Участники форума могут предлагать свои идеи, как совершенствовать систему в муниципалитетах. Этим они займутся во время мозговых штурмов уже в субботу. Также в программе круглые столы, секции, посвященные национальным проектам по отдельности. И встречи без галстуков на спортивных площадках. Открытый диалог. Новый формат встреч главы Чувашии со студентами вузов республики. На этот раз Михаил Игнатьев побывал в Чувашской сельскохозяйственной академии. Я рада, что если есть и УЗИ, если будет и рентген, и лаборатория, это все в одном месте, это прекрасно. А то, знаете, в одном месте только рентген, и в другом месте только лаборатория есть. А вот так, чтобы все вместе было в одном месте, и как-то было комплексно, это очень хорошо. От четырех лапых пациентов нет отбоя. Клиника «Усы и лапы-хвост» работает на базе учебно-практического центра факультета ветеринарной медицины и зоотехники. Здесь студенты старших курсов проходят практику, а младших следят за ходом операций из учебных аудиторий. В клинике внедрили технологии телемедицины, а вот здесь проводят исследования. Здесь у нас учебная зона, здесь ординаторская. Александр, студент, лаборант. Работает. Что наблюдаете сейчас? Смотрим осадок мочей. Наличие кристаллов, наличие клеток крови. Кровь проверяют уже в этой лаборатории. В помощь новое современное оборудование. Студенты проводят полный перечень исследований. Так они узнают о причинах и механизмах развития болезни крови и учатся диагностировать заболевания. В академии реализуются международные программы. Ирина Дубова полгода училась в Германии по программе аграрный менеджмент. Решила вернуться, чтобы принести свой опыт в развитие нашего сельского хозяйства. И показать кому-то, может быть, пример, что не стоит забрасывать, стоит вкладывать и развивать свое. Студенты активно занимаются и внеучебной деятельностью. С 2017 года существует студенческий отряд «Зверополис». У нас есть сейчас пять секторов обучения, в котором ребята могут получить практические навыки уже в ходе обучения. Это ветеринарные клиники города. Мы сотрудничаем с шестью клиниками. Это сельскохозяйственные предприятия, агропромышленного комплекса, куда мы выезжаем на практические занятия, где помогаем ветеринарным врачам в хозяйстве. Глава республики подчеркнул, перед выпускниками Академии открываются большие возможности. Продукция, которая выращивается на территории Чувашской республики, она востребована. Почему? Потому что, ответственно могу сказать, земли сельхозназначения у нас практически не содержат никаких ни тяжелых металлов, экологически чистые москопы. И на этой земле реально производится экологически чистая, качественная продукция. Наша с вами задача не только закрыть потребительственные рынки Российской Федерации, а вообще продукции продавать на экспорт. Эвакуация, отцепление, спецслужбы. Сегодня по Чебоксарам прокатилась волна сообщений о минировании. С места событий Ольга Пырочкина. Пятница вечер. Буквально за два часа до окончания рабочей недели на почту администрации города Чебоксары пришло письмо о том, что в здании заложено несколько взрывных устройств. Устройства имеют поражающие элементы и 5 килограмм взрывчатого вещества в каждой бомбе. Тот, кто разбирается, тот поймет, что это очень серьезный заряд. Всех сотрудников и посетителей срочно эвакуировали. Здание обследовали кинологи. Спустя примерно час оцепление сняли, людей запустили в здание забрать личные вещи. В адресатах письма, которое пришло на почту столичной мэрии, еще и десятки учреждений. Так что подобным образом рабочая неделя закончилась у многих госслужащих, врачей, продавцов. По поступившим 12 апреля в МВД Почуовской республики сообщением о подозрительных предметах в организациях и учреждениях, сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия. Устройств, представляющих опасность, не обнаружено. Полицейские устанавливают личности злоумышленников, разославших данные сообщения. Максимальное наказание по 207 статье Уголовного кодекса, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 10 лет лишения свободы. По иронии судьбы, именно эту тему обсуждали на заседании антитеррористического комитета в городской администрации, которая закончилась буквально за 10 минут до того, как начали приходить письма. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика. Такого грабежа не припомнят даже оперативники со стажем. Объектом преступления стал пакет с завтраком из кафе быстрого питания. Если кому и смешно, то только не девушкам, которые проходят по этому уголовному делу в качестве подозреваемых. Передаю слово моей коллеге Ольге Павловой из пресс-службы МВД. Раннее воскресное утро. Чебоксарец покупает себе завтрак в кафе быстрого питания и переходит дорогу вместе с приятелем, направляясь к ближайшему магазину. Возле супермаркета стояло трое подруг. Развязка у этой истории получилась неожиданной для всех сторон. Парень не ожидал, что останется без еды, а девушке, что потерпевшей, обратится в полицию. Не зря все же говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Оставшийся без завтрака молодой человек позвонил в полицию. Наряд подъехал в считанные минуты. Следом и следственная оперативная группа. Вскоре в отдел полиции номер два у МВД России по городу Чебоксары были доставлены и виновницы переполоха. Эмоции у задержанных зашкаливали. А если у вас забирают пакет, ну и не важно, что у вас забирают, вы же естественно подойдете и скажете, что это моя вещь. Но я бы примерно так поступила. А они же, они просто стояли, они вообще ничего не говорили. Они просто улыбались и молчали. А потерпевший настаивает, это был дерзкий грабеж среди бела дня. И не важно, что стоимость завтрака составляла всего 150 рублей. Грабительницы должны быть наказаны по всей строгости закона. Просто хи-хи-ха-ха. Вот как раз таки из того, что они хи-хи-ха-ха, я подумал, что вот, нет, шутят, то есть они заигрывают, правильно, как девушки молодые любят. И вы помолчали, ничего не сказали? Да, я стоял. Сейчас вернет, думаю, хорошо поиграет. Поймет, что у нее не получилось обратить внимание. Я первая же она отдала, думаю, хорошо, сейчас попробую еще. Потом смотрю, не стало девушек. За угол вверху только ноги блестят и убежали. В отношении двоих из приятельниц возбуждено уголовное дело за групповой грабеж. Чем это может грозить, им объяснять не надо. Несмотря на юный возраст, жительницы Чебоксар уже более судимы. Причем по тяжким статьям. И в местах лишения свободы девушкам тоже бывать приходилось. Чем обернется для них нынешний побег с чужой картошкой, решит суд. С подозреваемых взяты обязательства о явке. Более 280 пожаров зарегистрировано в Чувашии с начала года. В них погибли 26 человек. 15 получили травмы. Чтобы минимизировать количество чрезвычайных ситуаций, МЧС Республики вместе с Минздравом проводят мастер-классы. Как действовать при пожаре, узнали воспитанники Чебоксарской гимназии номер 4. 21 секунда. Ровно за столько пожарный должен надеть боевую одежду. На мастер-классе все желающие могли вжиться в роль спасателя. Нужно было надеть форму пожарного. Я одел быстро, запомнил, как надо было одевать форму. Мне это очень пригодится. Если какой-то будет пожар, я это использую. Как обозначается эвакуационный выход системы пожарной автоматики «Огнетушитель»? Знания знаков пожарной безопасности проверили на викторине. Мы прекрасно знаем, что все это лучше усваивается детьми, когда это все показывается и рассказывается в игровой форме. Поэтому наши специалисты сегодня эту форму также будут применять в виде викторины. Вспомнили и причины возникновения пожара. Люди, уходя из дома, забывают выключить культюб. Также может произойти замыкание. У меня на прошлой неделе в доме замыкание на восьмом этаже было. Я в шоке была. Какие бывают огнетушители? По какому номеру звонить, если случился пожар? И самое главное, что делать, если есть жертвы ЧП? Как оказать первую медицинскую помощь? Если вдруг дети заметили возгорание, огонь, не только дома, но может у кого-то у соседей, да? Или в школе. Что нужно делать? Что предпринять? Кому звонить? И главное, конечно же, это алгоритм, правильный алгоритм действий во время пожара. Чаще всего люди гибнут не от самого пламени, а из-за отравления угарным газом. Виной тому паника и длительное нахождение в задымленном помещении. Поэтому первым делом нужно прекратить контакт с отравляющими веществами. Не лишним будет умение делать искусственное дыхание. Кладем какой-то, скажем, носовой платочек или что-то на лицо, чтобы ваш рот не сприкасался с ортом пострадавшего. И делаем два вдоха. Я сейчас вам продемонстрирую, как это делается. Напоминаю, голова должна быть у пострадавшего запрокинута. Раз, сделали выдох. Второй выдох сделали. После второго выдоха вы опять приступаете к 30-ти массажным толчкам. Акция МЧС за безопасное детство уже несколько лет идет в Республике. Во всех школах и детских садах Чувашии говорят о профилактике пожарной безопасности. И не только. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика. В России начнут работать 10 новых центров серебряного волонтерства. На днях объявили победителей Всероссийского конкурса по формированию региональных центров серебряного добровольчества. Проект комплексного центра социального обслуживания населения Чебоксар вошел в десятку лучших. Всего на конкурс поступила 201 заявка из 66 регионов страны. В новых центрах волонтеры старшего возраста, а это 50+, смогут создавать собственные добровольческие проекты. Кроме Чувашии, центры откроются в Амурской, Белгородской, Воронежской, Кировской и других областях. В Чебоксарах полным ходом идет подготовка к весенне-летнему сезону. Уже в эти выходные пройдут первые массовые субботники. Стартуют они 13 апреля с осмотра коммунальной техники, которая будет задействована в работе по благоустройству, уборке улиц и территории города после зимнего периода. Специальные службы в эти выходные начнут монтаж аттракционов в столичных парках. 27 апреля все карусели должны заработать. В этом году в парке Амазония появится новый аттракцион «Свадебный карусель». Он был привезен из Италии специально к празднованию 550-летия Чебоксар. Вообще, на территории парка Амазония в предстоящем сезоне будут функционировать 12 аттракционов. Встреча с популярным блогером Ольгой Савельевой прошла в Центральной библиотеке столицы Чувашия. Подробнее Юлия Важенина. Уметь писать честно и просто о том, что сложно и больно – секрет популярности Ольги Савельевой. Ее книги основаны на реальных событиях и написаны простым языком, понятным каждому. Они исключительно все в какой-то степени про меня, потому что у меня очень часто люди дарят свои рассказы, они говорят, ой, я вам сейчас расскажу, со мной такое случилось. И дальше она рассказывает свою эмоцию, а если я это не прожила, и человека этого не знаю, я верю, что сюжет классный, но я не знаю, как это описать. Поэтому я пишу только ситуации, которые лично мной прожиты, или очень моими близкими людьми, которых я знаю, я понимаю, почему они в той или иной ситуации поступили так. И это получается все равно немножко про меня. Апельсинки, попутчица, два сапога. Три творения Ольги Савельевой пополнили ряды бестселлеров. Первая книга про детские травмы и как их преобразовать в классное будущее. Есть и книга добрых рассказов. Автор называет ее Добробук. С ней можно согреться, если вам тяжело. Я прочитала книгу «Попутчица». Это простые жизненные истории, которые внушают оптимизм. Поразило то, что за какие-то доли секунды можно рассмеяться, а можно и заплакать. Можно взять книгу до глубины души. И она настоящая, она живая. Третья книга о взаимоотношениях между мужем и женой. Кстати, на подходе еще одно творение. Четвертая книга, она сейчас только выходит, она называется «Ну, мам». Мне очень нравится это название, потому что каждая мама слышала вот это вот «Ну, мам». И вот «Ну, мам» – это про то, как быть счастлива в материнстве. Хотя это самое сложное, что случилось с нами в жизни, но при этом это самое классное, что случилось с нами в жизни. Три книги Ольги буквально смели с полок. Даже на встрече с щебоксарскими слушателями к автограф-сессии не осталось ни одной книги. «Прочитала только «Апельсинки» пока. Теперь хочется дальше. Хочется узнать новое. Особенно хочется попутчиться. Есть что-то, что перекликалось. Ну, что вот какие-то проблемы с родителями. Да, пережилось это заново. Очень сильно зарядилось. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. 13 апреля 2019 года состоится очередной тотальный диктант. Автором текста в этом году стал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и критик. Наш город примет участие во всемирной акции в седьмой раз. Напомню, в прошлом году более 700 человек написали диктант на шести площадках Чебоксар и Новочебоксарска. 550 судеб, 550 историй и все это о Чебоксарах. На национальном телевидении Чувашии продолжается проект 550 кадров. Новые герои, интересные истории и уникальные фотографии в нашем сюжете. Вот это у меня рабочая лошадка была. Зенит есть зенит. Удобно, классно. Красиво снимает, звук вообще классный, мне нравится. Вот, слушаем. Виталий и Ирина Никифоровы сделали этот снимок в 1977 году. Они любили прогуливаться по центру Чебоксар и фотографировать. В то время Виталий только начал посещать фотокружок. Учился старательно, продумывал ракурс каждого снимка. Получалось неплохо. Увлечение фотографией осталось на всю жизнь. Виталий сделал много уникальных снимков о столице, ее архитектуре, жителях. Вот это 1980 год. Я тогда купил фотопленку. Цветную, да. Цветную, обращаемую. Это была чешская пленка. Отснял я его полностью. И в деревню снимал, и эти вот места снимал. И сдал на проявку в лабораторию. Меня так его проявили хорошо. Эта история одна из немногих. На национальное телевидение Чуваши приходят письма и фотографии из разных уголков страны. Здравствуйте, редакция Чувашьень. Мы гордимся тем, что город Чебоксары – столица нашей родины. Мы живем в Московской области, город Дмитрове, и смотрим программу Чувашьень. Спасибо большое вам. Оставить след в истории и рассказать о своей жизни в Чебоксарах можете и вы. Присылайте старые снимки на фоне любимой столицы на сайт ntrkshow.ru или приносите в редакцию национального телевидения по адресу проспект Ленина, 15. Самые яркие истории покажут в нашем эфире. Далее вас ждет интересная информация. Я прощаюсь с вами. Хороших вам выходных. Встречаем весну ярко. Плащи, куртки, пальто всевозможных цветов и оттенков. Тысячи стильных моделей, широкий размерный ряд. На ярмарке «Ермак» обновился ассортимент верхней одежды. Более пяти тысяч номинований курток, ветровок, пальто и плащей. Все достойного качества, так как отшивается на российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. А также представлен широкий размерный ряд от 42 по 72. Здесь такое количество стильной одежды, что выбрать что-то одно очень сложно. В магазине первый раз, поэтому мне все интересно посмотреть. И у вас, я смотрю, выбор большой, и цветовая гамма такая интересная. Вот сейчас поднем посмотрим и, может быть, что-нибудь выберем. Мы хотим на весну что-то, чтобы светлое было, весеннее, радостное. Вот поэтому пришли сюда. Самые актуальные цвета – горчичный, винный, бирюза, оливковый. Стильные короткие куртки для активного отдыха, удлиненные для дам всех возрастов. Сюда приехали, увидели, что весенний ассортимент, куртки хорошие. Вот и выбрала я себе хорошую куртку подходящую. Расположение магазина мне устраивает. Удобно. С установки недалеко тут, рядом. Понравилось. Не забыли и про мужчин. Коллекция мужской одежды занимает здесь добрую половину магазина. Продавцы-консультанты всегда готовы помочь в выборе. Предложат модели на любой вкус и по самым демократичным ценам. У нас цены идут оптовые от производителей от 2000 рублей. Наш магазин работает ежедневно без выходных с 10 до 20.00, по воскресеньям до 18.00. Ярмарка «Ермак» расположена в Чубаксарах по адресу Максима Горького, 49. Приходите, выберите понравившийся вариант и будьте в тренде весной 2019 года.